Спорт, бизнес, инвестиции. Под таким названием в рамках крупнейшей национальной программы «Спорт и Россия-2017» в первый день ее работы в Сочи прошел масштабный форум. На одной площадке собрались ведущие российские и международные специалисты в области практической реализации спортивных проектов, инвестиции в спорт и спортивного маркетинга. Цель – развитие партнерства в области спорта и здорового образа жизни, обмен опытом и успешными практиками. Много говорили и о внедрении новых технологий в спорт, в том числе IT. Одно из решений, которые мы продвигаем на рынке активно, это для автоматизации спортивных объектов. Нашими клиентами являются как малые тренажерные залы, так и крупные физкультурно-оздоровительные комплексы, так и федеральные сети фитнес-клубов. Кстати, крупные сети фитнес-клубов, добившиеся наилучших результатов в сфере продвижения и поддержки спорта, тоже приняли самое активное участие в форуме. Самое достижение, что мы выросли из реальной подвальной качалки площадью 100 квадратных метров до сети с количеством более 40 клубов. И каждый клуб сейчас у нас из бассейна, больше 2-3 тысяч метров. Мы очень рады, что наконец-то мы попали сюда, что наконец-то мы можем заявить о себе, что нас заметили. Сеть клубов «Зебра» отметили в номинации «Лучшая фитнес-сеть в России». Более 70 компаний получили награды премии «Спорта России-2017» в нескольких десятках номинаций. Это и лучшие информационные, спонсорские проекты, корпоративные, спортивно-социальные, лучшие проекты по разным видам спорта. Например, была отмечена довольно молодая Лига легенд мирового хоккея. Финляндия, Швеция, Германия, Франция, Россия, Словакия и Швейцария объединились для того, чтобы проводить турнир ветеранов хоккея. Это члены сборных команд, которые выступали на самом высоком уровне. Олимпийские игры, чемпионаты мира по хоккею. И сегодня этот проект успешно развивается, идет второй сезон. Отметили и компании, которые активно продвигают предстоящий домашний чемпионат мира и Кубок конфедерации по футболу. Наша компания является официальным спонсором чемпионата мира по футболу 2018, а также Кубка конфедерации, который пройдет в этом году в России, а именно с брендом БАД. И мы, как спонсор, видим одну из ключевых задач для компании – популяризацию футбола и спорта в России. Одним из проектов, который помогает нам решить эту задачу, является проект «Галерея БАД». Каждый год этот крупный форум собирает все больше участников, отмечают организаторы. В следующий раз лидеры в области продвижения спорта соберутся уже на пятой юбилейной национальной премии «Спорт и Россия». Ольга Десятова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Продолжение следует...